Еще в декабре месяце медперсоналу скорой помощи Электрогорска вручили ключи от новых машин. Но более двух месяцев они простояли без выездов на вызовы. А в действии были вот эти старенькие кареты, которые прослужили в два раза больше положенного срока. Прежде чем выпустить эти машины на линию, необходимо было провести определенную работу. Этой работой занимался механик нашего гаража, Артянки Алексей Вячеславович, в общем, непосредственно. И было это связано с финансовыми трудностями, которые, в общем-то, претерпевает наша больница. Это, в общем-то, не секрет, потому что нужна была определенная сумма денег для того, чтобы закупить горюче-смазочные материалы, обработку машин произвести, ну, то есть не просто выпустить машину на линию. Новая машина полностью укомплектована современным оборудованием. В карете есть противоожоговая укладка, термоодеяло, ингаляционная аппаратура и многое другое. Существует здесь щит спинальный для транспортировки больных со спинальными травмами. С чуть-чуть мозговыми травмами. Дальше, значит, также есть термоукладка в холодное время суток, чтобы растворы были теплыми всегда. Родовая укладка, травматологическая укладка. Так, стойки для внутривенных инфузий, внутрикосных вливаний. В машине свободно располагаются, помимо водителя, два медработника и пациент, который размещается на многофункциональных носилках-каталках. Вот эти четыре машины теперь есть на балансе электрогорской городской больницы. Но, к сожалению, одновременно они не смогут передвигаться по городу. Для количества населения нашего города нам положено всего две бригады. И у нас работают две бригады скорой помощи. Мы получили четыре машины, это не значит, что они будут ежедневно работать на линии. А расчет идет одна бригада на 10 тысяч населения. Это по приказу Минздрава, как бы их никто не отменял. С сегодняшнего дня новые машины были запущены в эксплуатацию. Старые машины скорой помощи прослужили порядка 10 лет. За сутки в учреждение поступает более 20 вызовов. И новые машины, несомненно, улучшат работу медперсонала. Анна Шевальна, Дмитрий Морозов, Михаил Шмырев, ТВЛ.